Всем привет, это подкаст UwebDesign, выпуск номер 33, сегодня 13 апреля, день после дня космонавтики. И главные темы у нас сегодня будут такие. День... у нас просто день ещё, на улице. Ну да, день. А вы это слушаете вечером, скорее всего. Ну вот, да, а у нас день, да. Но главные темы такие, поговорим про советский Apple Watch. Потом расскажем про Ultimate Guide для UwebDesigners. UwebDesigners именно. Да, с чего начать, если вы веб-дизайнер, и поговорим про WhatsApp. И про WordPress поговорим потом в конце еще. Ну, это уже не громкая тема, этим уже никого не удивишь. В общем, погнали. Наша первая, моя любимая тема. Я прям жду. Я сегодня засыпал уже с хорошим настроением от того, что ты будешь это говорить. Я говорю про наших бессменных партнёров и просто хороший хостинг SmartApe, который находится на сайте smartape.ru. Мы в описании приложим ссылку, по которой вы пройдёте, и там вам будет товар и услуги, такой подраздел находиться у них на сайте. Зайдёте, закажете услугу безлимитных хостинг, насколько я помню. Да? Да, так точно. Только на безлимитных хостинг, да? Да. Полгода у вас будет, хотел сказать, бесплатно. На полгода у вас скидка, фу, скидка. Цена делится по плану. Ну вот я вот знаю, я, видишь, не навострился ещё это говорить. Ну видишь, 50% это только если ты введёшь наш промокод. И веб-дизайн там 60%. Да, конечно. Всё это у нас написано в описании, в том числе. От нас лично добавим, что хостинг очень крутой. Прям. И очень безлимитный. Ну да, да, можно хранить вообще всё, как мы и делаем. Ну давай тогда переходим к нашим основным темам этой недели. Причём начнём с лёгкого, разгонимся. У нас в прошлый раз было... Кстати, напишите в комментариях, вам понравилось, что были более такие специализированные темы для веб-разработчиков скорее, чем... А не про Apple. Да, а не про Apple. Потому что сегодня-то начнём с лёгонького. Не с PHP 7. Ну да. Уже, я думаю, вы 100 тысяч раз везде слышали, во всяких хороших... Мне кажется, никто не слышал. Да, я уверен, что слышали, потому что я-то и то это услышал из нашего ватницкого источника новостей. Ты где узнал? На РТ. Ага, ага. То есть нам доложили прям лично псы режима. Поэтому, да. Но я точно видел, что на Тит-Журнале было. И в Цукерберг позвонит было. То есть все продвинутые, агрессивно-прогрессивная молодёжь вся знает про эту вещь. Да, да. Я уверен, что знает про вот этот лендинг и про Вадима Киселёва, который это всё замутил. Но главная идея... Давай отойдём от того, что это просто типа стилизовано под Советский Союз нам и так далее. Главная идея делать для Apple Watch, для будущих, которые будут продаваться вот скоро уже. Так. Главная идея делать, я не знаю, как это назвать, интерфейсы... Дополнительные циферблаты. Ну да, дополнительные. Там прямо оно, так... Я, мне дружбан рассказывал, но там прямо графа циферблат. Мы сейчас с тобой, кстати, поговорим про то, что уже доступен предзаказ. И уже много обзоров и видео появилось в сети о том, что... First hands, будем говорить. Как или... First... Ну тут-то точно hands, потому что тут watch. Ну да, да. Ну вот, то есть именно вот эти интерфейсы, циферблаты вот эти, которые стилизованы под советские часы всякие. Да, это на самом деле вымышленные фирмы. То есть... Я думал, если честно, что это... Нет-нет-нет, Вадим рассказывал в интервью, по-моему, Тит-Журнал, что это... Он вдохновлялся такими-то фирмами, а это всё вымышленные. То есть здесь вот берю за... Мечта каждого гражданина СССР от пионера до пенсионера. Точность, надёжность и гор... Я думал, что это одно и то же раньше. Точность, надёжность и гордость доступны только ведущим советским учёным. Подарок государству величайшему вам за выдаёщееся научное открытие. То есть здесь ещё, кроме того, что это просто хорошая идея, здесь ещё весь сайт как бы оформлен в виде такого... Не знаю, как советского... В стиле Советского Союза. Ну, в стиле советского промышленного дизайнера. Дизайна. И тех, как бы, того, какие настроения витали в то время в воздухе. Давай вот так скажем. А настроения, видимо, какие-то были жёсткие такие, как стрелки, такие прямолинейные все такие. Ну, я думаю, да. Это всё чем-то обосновано. Но, да, это круто. Я причём думал, что все... На вот этих макапах, которые сбоку, я думал, везде будет вот этот вот браслет, который на всех советских часах был на электронике. То есть я прям вот помню его. Я даже такие носил от Собрау ещё там в 90-е годы. Было прикольно. Мне интересно, эту технологию кто придумал? Вот такой застёжечек. Я больше чем уверен, что у нас тоже могли придумать просто чуть другую, чем за бугром. Специально, как узкоколейную железную дорогу, чтобы их поезда у нас не могли проехать. Вот чтобы их часы к нашим браслетам не подходили. Их часы на наши руки не нализали, короче. Да, здесь есть разные, типа для советского военнослужащего, для пионера и комсомольца. Тут такие детские с ракетой, все хотели стать космонавтами. Ну, короче говоря, продумано. Вадим реально молодец. Тем более, что я к нему заходил, он на нас подписан даже. Поэтому ещё больше молодец. И это всё, я так понимаю, макап? Это просто макапы? Это всё просто дизайн. То есть здесь можно засубмитить своё. И вот даже уже... И когда только вышло это всё, были только работы Вадима, с тех пор появился ещё Данилов В. Я не знаю, кто, да, не буду заходить. Эталон. Ну, неплохо сделано. И вот это вообще чуть ли не сегодня, что-то 10 апреля написано. Но я увидел только сегодня Альбатрос Дмитров Д. То есть сейчас ребятам, кроме того, что есть у них идея, им ещё нужен чувак. Да, если мы зайдём у них в графу о заводе, то им нужен программист на Objective-C или Swift, который знает SDK новых Apple Watch. Там, я думаю, для циферблатов не очень большой какой-нибудь класс один написан. И всё, его... Как стоялочка передвигается. Ну, конечно. То есть там... Я больше чем уверен, что это немного делов по сравнению с там... Обработать, что у них будет, если Force Touch нажмёшь и так далее. Ну, то есть тут не очень большая интерактивность. Просто посмотреть API, встроить вот эту картинку отдельными фрагментами и всё. А ты представляешь, может быть, это будет... Знаешь, где целое дело? В каком месте? В месте том, что это не пропустят вот в этот store. Часовный. Часовный store. Ты имеешь в виду, что... Я просто не смотрел политику Apple по поводу дополнительных циферблатов. Но мне почему-то кажется, что они уже давно поняли, что большинство маркетинга и всего делает комьюнити. Поэтому, я думаю, они не будут такие зажимы делать. Только если они просто ещё API не допилили. Ну, главное, чтобы, да, чтобы не надо было взламывать часы ради того, чтобы поставить этот... Или чтобы не нужно было запускать отдельное приложение, чтобы с таким циферблатом ходить. То есть ты не просто заходишь в настройки, сменил циферблат, и там у тебя же они будут прям работать. Ты руку вот так поднял, и гироскоп понял, что ты их поднял, они тебе показывают. А когда они внизу, они типа не показывают, чтобы не тратить батарею. Вот тут этого не будет всего. Тебе будут показывать обычные часы, и ты должен будешь зайти, открыть приложение советский циферблатный завод, и там смотреть те. Но это будет тупо, поэтому, конечно, нужно, чтобы это было нативно. Это будут санкции, если так будет, это просто жесть. Да нет, просто это никто не будет ставить, и всё. Тут же, опять же, люди всё сами решат для себя. Ну, если вы такой человек, напишите здесь. А вообще, мне прям захотелось даже что-нибудь нарисовать. Нарисовать в циферблате? Кривульками, да, кривульками. В векторе что-нибудь отрисовать, какие-нибудь прикольные. Только не знаю, какие шипы... Ну, ладно, это уже... И, кстати говоря, вот сами... Есть же какая-то некая романтика вот в старых часах этих советских, так скажем? Ну, определённо, конечно. Особенно в карманных. В карманных? То есть, ты имеешь в виду, которые открываются? Да, особенно когда ты в цилиндре ходишь ещё, и в жилеточке, и с моноклем. Не, это да. А тут-то надо ходить в костюме таком, в милу. И быть главным инженером. Тут есть какие-то про миловую для... Так, номенклатура нет. Да они все как в милу. Вот, для советского интеллигента. Вот это типа в милу. Для рабочего это уже в керосине или в мазуте. Да-да-да. Ну, ладно. Короче, круто. Это круто. Следующая тема у нас... The ultimate guide to the getting started in web design. Я думаю, это прямо у нас много времени займёт. Хотя, может, и немного. Здесь красивая картинка, ноутбук. Там запущен фотошоп. Мы сейчас с тобой, знаешь, как кто? Мы как спокойной ночи малыши, как Хрюша со Степашей сидим. И для деток вот этот ultimate guide, как быть веб-дизайнером. Ну, нас же не только детки слушают. Я думаю, детки нас вообще не слушают. Who is this for? Для кого это? Так. О, кстати, тут классная мысль будет, по-моему. А, нет, или не здесь, дальше. Ну, давай-давай. Ну, короче говоря, просто для всех. Для тех, кто знает, что такое файлы и папки. Понял? То есть для... Если уже ты это знаешь, значит, у тебя есть будущее в мире веб-разработчиков. Для продвинутых пользователей ПК? Ну, для пользователей, да. How to use this guide? На самом деле, я не очень понимаю, при чём здесь вообще how to use this guide. Это просто большая статья, в которой написано, чё нужно было бы знать, чё неплохо было бы учить и вообще. То есть, ну, посмотрим. We are designing in the browser. В общем, вообще, конечно, много есть мнений по поводу того, что... Например, Крис Койер об этом постоянно говорит, что он редко дизайнит в фотошопе или в иллюстраторе. То есть он там накидывает какие-то базовые штуки, просто чтобы посмотреть, здесь блок у меня этого, здесь блок тот. Так, знаешь, разноцветными квадратиками. Но потом он уже непосредственно переходит в браузере и уже верстает там и сразу же дизайнит. Ну, вообще, конечно, я делаю так же. Но есть люди, которые... Ну, как бы... Это глупо. Ладно, ты это делаешь сам. Если ты полностью один на проекте, ты сразу это дизайнишь в браузере, там, чё-нибудь твикаешь туда-сюда и так далее. А когда у тебя уже бизнес, ну, там, или небольшая веб-студия или что-то там больше, какой-то стартап, то у тебя есть несколько отделов, где-то у тебя дизайнеры, где-то разработчики, то тут в любом случае тебе нужны связные звенья. То есть легко говорить, когда, да, ты один фрилансер сидишь, ты, понятно, чтобы тебе лишние программы не запускать, ты более или менее всё это дизайниваешь сразу вот. Мне... Мне знаешь, что кажется? Это ещё надо понимать, какой ты сайт делаешь. То есть, грубо говоря, вот, например, я всегда смотрел на сайт, допустим, World of Worker. Ты заходишь, и там сделано... Сайт сделан тремя картинками. Ну, не тремя, конечно, но больше. Но там картинки, красочные картинки, и посреди них там кнопка одна «Заказать» там или... Ну, просто, как бы, оплатить аккаунтом, вот такое. То есть там сайт, он сделан полностью дизайнерами. Там веб-дизайна как такового, ну, ноль вообще. Ну, там, да, там верстка, она минимальная. Причём это, как бы, не то значит, что в Blizzard отстойный отдел веб-разработки, а просто они хотят, чтобы даже пользователи с E6 могли платить аккаунт уже и играть. То есть там, я думаю, это речь в том, что им нужна максимальная доступность, и из-за того, что это, там, красочная компьютерная игра, им нужен растр, много растров для того, чтобы видеть, как это, что такое. Ну, и он не страшно выглядит, то есть, грубо говоря, там... Там верстки вообще нет по сравнению, допустим, с CSS Strix, допустим, вообще нет верстки, да? Но он не страшно выглядит, он выглядит красиво, он там нарисован и так далее. Ну, ты... Вёрстка — это расположение. Ну да, есть. То есть верстка-то там есть, там нету каких-то украшательств, там, анимаций. И всё, что есть, это на Hover State добавляют какую-нибудь перерисованную кнопку, ну, которая там в спрайт нарезана, я надеюсь. Я Сурсы сильно не смотрел, но, допустим, это сделано так. Ну, повторюсь, это из-за того, что тут специфика такая. Это компьютерная игра, там должно быть всё красиво, красочно, и поэтому, конечно, ты это в браузере не задизайнишь. Да, важно понимать, какой проект вы делаете, но вот, например, веб-дизайнер Depos, которого мы это читаем, тут нечего было дизайнить в Photoshop, откровенно. То есть ты представляешь себе меню, но ты отдельно вот это в иллюстраторе букву W рисуешь, да, потому что это SVG. Ты отдельно, хотя вот даже, возможно, вот эта штука, она и то с AS-ом сделана, какими-нибудь псевдоэлементами, но вряд ли, конечно. Я имею в виду вот эту полосочку сверху. Ну, короче говоря, даже дизайнить-то нечего. Ну да, то есть ты смотришь, что надо, потому что если у тебя, знаешь, какой-нибудь супер-стартап, конечно, надо делать сразу для браузера, там, чтобы это всё было адаптивно. Да, вот. Это просто для экономии времени, но если вы хотите аплайнуть, подпадать резюме как-то, попытать себя на должность именно вот этого дизайнерского звена, то, конечно, нужно знать такие программы, как Photoshop Illustrator или вместо иллюстратора Sketch Inkscape. Ну, Sketch и вместо Photoshop используют. В общем, для дизайна интерфейса в приложении или чего-то ещё в нём как-то вот тулзов больше. Ну, традиционно так принято считать, хотя я думаю, ребята, которые боги Photoshop и иллюстратора, им вот Sketch и даром не нужен. Ну да, да. То есть это, да. Ну, не будем так долго останавливаться. В общем, суть в том, что здесь часто ещё говорят, что browser-based design can make you a better designer. То есть когда ты ограничен в каких-то украшательствах и в чём-то ещё, ну, это старая песня о том, что контент first и так далее, что многие пытаются спрятать в каких-то визуальных вещах отсутствие контента или его скудность. Вот здесь, если ты дизайнишь в браузере сразу, ты, ну, как бы не можешь это сделать прямо с места в карьер. Тебе приходится как-то задумываться о том, чё написано, каким шрифтом это сделано и так далее, вместо того, чтобы просто наложить кучу текстур там кожаных и типа это прикольно и похрен, что там написан бред, не продающий вообще. То есть вот здесь это пытаются как-то минимизировать, поэтому, ну, да. Так, ну, здесь пишут о том, что, да, в общем, всё итеративно, никогда нельзя останавливаться учиться. Всё итеративно, мы об этом говорили в обзоре на Trello, это было уже очень давно, то есть нужно использовать какие-то методологии, там, agile, не agile, но которые поощряют команду за каждую операцию. И вообще, если разбивать какой-то большой проект на маленькие итерации, можно добиться большей продуктивности, быстрее всё сделать и не потерять мотивацию. Да, вот, наверное, об этом этот параграф и есть, в общем-то. You can never stop learning, ну, здесь понятно. И здесь даже не о том говорится, что там тренды бегут вперёд и уже грант юзать не модно, модно юзать галп, хотя они вышли одновременно, я сразу, например, говорю, что надо юзать галп. Но, тем не менее, здесь о том, что опыт, всё комьюнити, оно копит опыт, и опыт юзер-экспириенса, он собирается кучами аналитик, и большинство крупных там компаний или стартапов, они делятся этой аналитикой. Типа, вот, кстати, там, с приходом, я не знаю, там, 14-го года мобильный трафик увеличился в два раза. В этот момент ты мотаешь на уши, что неплохо было бы сделать адаптивный сайт. Да? Опа, нет адаптивного сайта. А вот неплохо было бы это сделать. На самом деле, вот сейчас меня попроси сделать неадаптивный сайт, я бы даже и не брался, потому что это просто смешно. Я уже даже и не умею. Я понимаю, что просто вьюпорт отключить... Абсолютно всё сверстать. Нет, ну да, просто отключить вьюпорт и сверстать там по 1200 пикселей по ширине в уме. И всё. То есть, ну, можно, конечно, но зачем? Поэтому вот это как раз об этом. Content matters above all else, мы уже сказали. То есть, если у тебя есть контент, то не так сильно тебе и нужно его украшать, чтобы донести до людей. Достаточно капсом. Ну, не капсом, а большим шрифтом каким-нибудь красивым на фоне картинки это написать. И оно уже прямо... Да просто, если у тебя есть контент, да, у тебя это даже на белом листе куча контента нормально разбитого. Там просто, ну, какие-то жирные заголовки, просто, ну, текст, какие-то картинки. Это будет уже прикольная статья. Ты на газеты навекаешь? Да, да. То есть, это даже на белом уже будет круто. Даже как газеты и книги. Ну, естественно, да. То есть... Ну, мы об этом много говорили, когда вообще в паблике всё публикуем по поводу того, что там плоский дизайн, минимализм, бла-бла-бла. То есть, это возвращение по вот этому колесу перерождений дизайнов и вообще промышленных каких-то вещей. То есть, что типографика опять возрождается, и она также нас несёт вперёд, как когда-то в промышленную революцию, когда слабо шрифты появились, они прям так кричаще, жирно показывали, что там промышленная революция, там новые мануфактуры, переход от ручного труда к машинному и так далее. В общем, да. Причём мануфактура-то это раньше было. Переход к конвейерному уже там, к линиям сборочным и так далее. Вот этот момент. Ну ладно. Сейчас не будем исторические знания всё показывать, точнее их отсутствие. Typography basically is web design. Ну, то, о чём я говорил. Если уметь играть, да и ты тоже, со шрифтами, с весами, с размерами, то этого тоже уже будет достаточно для дизайна каких-то контентно ориентированных сайтов. Понятное дело, если у тебя сайт какого-нибудь художника, то не выставлять там его картины, описать, что они крутые, это было бы, наверное, глупо. Но им просто стилизовать это как галерею, это, наверное, был бы выгодный ход. Хотя и то не обязательно, потому что зашёл ты с телефона, и там это уже ничего не видно, и тебе бы просто, чтобы у тебя большими квадратами были там картины, и ты понимал, что, где, как пройти и так далее. You browse the web differently than your users do. Нужно всегда это понимать, то есть не надо никогда думать, а я бы вот сделал так, потому что я привык так. Как привык ты, никого не волнует. То есть, когда ты делаешь какую-то базовую вещь, ты можешь сразу прикрутить статистику, посмотреть, что делают именно твои пользователи, какими браузерами они пользуются, и под это уже ориентироваться, потому что ты делаешь продукт, в конце концов, ты выходишь на рынок с этим продуктом, и тебе нужно отвечать требованиям рынка, а не своим собственным требованиям. То есть, ну, это не стоит забывать. You're selling something. То, о чем я говорил. То есть, это рынок, грубо говоря, и продукт. Нужно помнить о том, что ты это делаешь, в первую очередь, для других. Неважно, на чем ты собираешься зарабатывать, на рекламе, или ты вообще не собираешься зарабатывать, а просто тешишь себя. Значительно лучше ты себя потешишь, если у тебя будет больше приток людей, а больше он будет, если юзер экспириенс отвечает большинству требованием. The skills you'll need большой заголовок. То есть, ну, это все, все, о чем мы сейчас говорим, это можно отнести к юзер экспириенс дизайну. Ты согласен? Абсолютно. То есть, ну, много сейчас таких... На самом деле, весь юзер экспириенс был придуман, да, уже очень давно, если просто почитать какие-нибудь старые книги по график дизайн фьюри, которые мы там выкладывали, и так далее. Еще то, чему учили в университетах, где учили промышленному дизайну еще, там, 50 лет назад, на идеях Пола Ренда и Дитера Рамса. Все это сохраняется. Ну, ни для кого не секрет, что Джонни Айв, он как раз с их работами вдохновлялся все время. И на самом деле, они даже и очень похожи. Они тоже такие белые воздушные радиоприемнички делали там когда-то давно. Ну, то есть, да. Поэтому юзер экспириенс давно уже весь придуман. Он немного меняется в зависимости от того, что новые какие-то товары появляются, типа, в планшетных компьютерах. Этого не было никогда. Но фактически он эмулирует юзер экспириенс, там, я не знаю, журнала небольшого, что-то такое. То есть, ну, всегда нужно об этом помнить. Эстетик, скиллз, ну, да, все должно быть выглядеть эстетически, типа графика, color theory, это все понятно. То есть... То есть перед тем, как нам говорят, что вообще надо что-то кодить там или что-то делать, надо вообще понимать, как это будет выглядеть, да, сначала? Да, нужны принципы. Ну, вот, я уверен, что все как раз это и называется промышленным дизайном. То есть то, когда ты, кроме юзер экспириенс, еще знаешь эстетику, какие цветы... Ну, знаешь, как в музыке. Если ты не знаешь гармонии, ты не напишешь песню, потому что ты... Ну, это кто-то чувствует, конечно, на организменном уровне, какая нота, с какой хорошо звучит. Но по факту-то есть для этого конкретный алгоритм, но ты пишешь в какой-то гармонии, там, мажорно-минорный, там, хроматический минор, там, это гармонический, хроматического нет, это уже драконы в World of Warcraft и хроматический. Да, в гармоническом миноре или в каком еще, там, есть определенная последовательность нот, которые друг с другом сочетаются и дают определенное настроение. Вот то же самое есть с цветами, со шрифтами, потому что у нас есть историческая память и всегда вот слаб шрифты использовали там для каких-то лозунгов, кричащих и так далее, поэтому мы тоже это понимаем именно в таком ключе. Вот пошло уже непосредственно то, о чем мы привыкли говорить, да, HTML, CSS, JavaScript, причем Basic, JavaScript, в скобках optional. То есть для самого начала это необязательно знать, хотя казалось бы, да, но оно само придет на самом деле, когда ты часть заданий не сможешь реализовать, часть своих идей с помощью HTML и CSS, придется использовать JavaScript, чтобы как-то заскриптить, да, я должна как-то по-другому сказать, ну, на конкретные события повесить конкретные коллбеки, а это, кстати, понятнее, чем заскриптить. Сценарий сделает. Да, да, то есть, чтобы все это сверстать, нужно HTML, CSS, CSS, чтобы стилизовать, хотя бы базово. Там что-то нам Code Academy зачем-то... Ну, тут рекламируют, это же гайд, опять же, чтобы пользовались им, и тут вот предпочитаю думать, что на Code Academy можно это смотреть, но я думаю, что лучше это смотреть на Treehouse, который мы делали тоже уже обзор. Кстати, вы помните, я вот когда буду это видео выкладывать, я добавлю подсказочки ютубные, мы говорили в прошлом подкасте, что там справа всплывают подсказочки с таким восклицательным знаком, я думаю, вот где-то вот в этой области будет в углу экрана в правом верхнем. Там будут ссылки на те видосы, о которых мы здесь говорим, поэтому обязательно их посмотрите. И наши слушатели на iTunes, после того, как из метро приедете домой, уже послушав этот весь контент, зайдите, посмотрите ссылки в описании к видео, зарегистрируйтесь на хостинге и посмотрите те видосы, Когда выйдете из своих кадиллаков, да. Да. Ну, Basic JavaScript, да. Чтобы какое-то поведение добавить. JQuery — это более простое манипулирование домом, чем обычный JavaScript. Хотя, сейчас с развитием браузеров даже дефолтный Vanilla JavaScript API уже более или менее стандартизирован. То есть, для чего был нужен JQuery? Для того, чтобы в разных браузерах разные методы были для, например, запроса всех селекторов того-то класса и так далее. Сейчас API уже устоявшийся, можно уже его использовать, а JQuery, например, удобно использовать для AJAX. там по-прежнему очень большая библиотека для работы с ним и удобнее, редко где придумано. The tools you'll need. Какие инструменты будут нужны? Ну, то есть, все браузеры, это очевидно, да. Для того, чтобы тестировать, как у других пользователей, ты смотришь по аналитике, с чего у тебя заходит и делаешь, чтобы у тебя именно на этих браузерах все выглядело хорошо. Хотя сейчас, опять же, с развитием всей стандартизации, всего того, вот что есть, уже практически гарантированно все базовые вещи у вас будут одинаково выглядеть во всех браузерах. Хотя, по-прежнему браузеры, например, даже шрифты по-разному рендерят. Да, там еще страшные вещи написаны про Linux, я вижу. Просто что-то, то есть, они что там предлагают нам ставить? Они нам пишут, что вообще Microsoft в 10-й винде новый браузер добавят, вместо E. Ну, Spartan, мы о нем тоже в подкастах говорили. А что такое Play on Linux? Короче, запускайте на Linux еще. Я сейчас открою эту ссылку. I'd like to learn more about Play on Linux. Это какой-то, знаешь, мне кажется, это какой-то просто спам уже. Я не знаю, что это, возможно, это для Linux эмулятор того самого браузера. Мне пишут, что есть Play on Mac. Для того, чтобы я понимал. It's a free software that allows you to easily install and use numerous games in software. Да. Это эмулятор винды. Да, да, да. То есть, можно на Linux поставить винду или поставить Spartan. Можно каким-нибудь сервисом воспользоваться, который, я насколько помню. Ну да, но они все платные. А вот здесь вот Play on Mac пишут, что прям супер бесплатный, не нужна виндовская лицензия и так далее. Но раз это эмулятор, то есть, тебе фактически винду-то не надо ставить. Ну, не знаю. Это, это такое. Как-то ты меня подбил на это нажать. Мобильные браузеры, ну тут, тут сложнее. То есть, ну, хотя кому, кому что сложнее. Нам сложнее, потому что у нас андроидов нет. У них непонятно, как тестить. Хочется верить, что если работает в хроме, то в мобильном хроме тоже будет работать. Что если на Safari работает, то и в хроме работает. Ну, да. Ну, в Safari еще можно как-то с хромом оттестить на Буки, а хром с мобильным хромом без андроида ты не оттестишь, к сожалению. Потому что мобильный хром на IAC, он работает через Safari. То есть, он через веб-китовский двиган работает, и то, что у него другой интерфейс, он сохраняет твои закладки, настройки, он не рендерит. Это так, как он рендерит это на мобильном хроме на андроиде. Понятно. косвенность даже нельзя судить об этом, поэтому вот так. Про Opera Mini пишет. Не знаю. Старые версии Opera Mini были отвратительные, они ничего не поддерживали. Но об этом можно убедиться, зайдя на на use.com, где написано все, что там есть в браузерах, поэтому... Там будут все красные цифры. Opera Mini. Она ничего не поддерживает, не знаю. Wireframing Tools. Это то, что, как ты прототипы какие-то рисуешь, да, квадратик, квадратик здесь, здесь картинка, под ней справа еще квадратик, тут аватарки и так далее. Pen & Paper. Это, на самом деле, мой выбор. То есть, я или на доске это рисую на маркерной, или в блокноте в большом, мне так удобно. Кто-то рисует в Photoshop иллюстраторе, а кто-то пользуется онлайн-тулзами для прототипирования. То есть, ну, они, кстати, неплохи. Особенно с ученым того, что оттуда можно сразу расшарить. Ну, вот так. В Code Editor нужен будет. Ну, мы делали обзор на коду, делали обзор на Brackets, неоднократно о них говорили, я думаю, здесь даже останавливаются. Тут вот причем советуют Brackets. Интересно, почему? Потому что у него... Почему не Sublime? Я думаю, потому что у Brackets из коробки есть вот этот превью режим, когда ты слева открыл Brackets, справа браузер или наоборот. А, потому что мы здесь говорим гайд для веб-дизайнера, я понял. Да-да-да. И ты там прототипируешь прямо в нем. То есть квадратик, квадратик, и у тебя в прямом эфире они перемещаются, с этой МСС накидываешь. Еще редактор изображений вам понадобится, опять же. Ну, это то же самое, что Drawing Apps, фактически, потому что с планшетов ты тоже же в фотошопе рисуешь где-то. Ну, это такое. Локальный сервер, это понятно, если вы делаете динамические приложения, какие-нибудь там PHP, не PHP, Ruby, Python, нужно поднимать локальный сервер, Node.js, не дай бог. Это все вы, там, где вы понабрались вот этого. Понахватались? Да, там будут гайды о том, как это все накатить на вашу систему. Ну, здесь Example Process, типа, ну, давайте представим, что, как они это пишут? Let's say you've gained все, давайте представим, что вы уже выучили все, чем мы там сверху сказали, у вас есть все эти инструменты, как вам попробовать типа теперь все это. Ну, вот, типа, вы берете и какой-нибудь хреновенький веб-сайт делаете просто вот для того, чтобы попробовать. Как это? Меняете, модифицируете, персонализируете, как здесь написано, добавляете какой-нибудь контент, продумываете контентную архитектуру, что, зачем следует, почему именно так, это семантически и так далее. Ну, вот оно. Главная страница, еще страницы, в ней есть подстраницы, там категории и так далее. То есть, на самом деле, я вот так тоже часто делаю, когда продумываю, хотя сейчас уже меньше делаю из-за того, что просто уже много раз это делал. Это все в башке уже очень быстро складывается. На каких страницах есть там WordPress'ские циклы, что они вызывают, есть ли у них там сингл-страницы, где только про это сказано и так далее. это все. А как они, вот они это написали, а ни слова не было, ни про PHP, ни про какие CMS'ки используют. Потому что, даже если ты это делаешь, макет статический, то тебе все равно нужно вот это иметь в виду для того, чтобы задизайнить его. Где? То есть, если у тебя нету вот этих, вот этой иерархии, ты не будешь знать даже, какие ссылки в главное меню сверху там выводить, какие там в сайдбар, типа, на категории. Меня просто смутило, что здесь аж 16 продуктов, ты будешь создавать на 16 разных страниц. Но это-то не обязательно. Ты же можешь сделать статический макет, который покрывает только все вплоть до каталога. В каталоге есть ссылки на категории и в категориях есть предссылки на топовые продукты, но их ссылки никуда не ведут. Если ты делаешь, допустим, статические макеты, тебе еще не прислали дизайны страниц отдельного продукта или отдельной категории. Ты наверстал только здесь с решеточками. Ну, когда ссылки никуда не ведут и все. То есть, это такое. Все, потом за вайрфреймил, когда уже понял, как у тебя этот контент. Вернемся к нашей эмуляции того, как это должно быть. Вот ты понял, как контент структурирован между собой, за вайрфреймил, там, квадратиками, крестиками и так далее. Придумал стайл тайлс. Это, грубо говоря, как стайл гайд. То есть, ты пишешь, что вот таким шрифтом то-то... Ссылочки такого цвета будут. Ну, да, да, да. Небольшие кусочки, как UI-киты, которые мы выкладываем иногда по утрам. Вот здесь то же самое. Ты делаешь кусочки ткани, это, типа, у меня кусочек, это сайдбар, он там темненький, там, это, да, да, ткани, это у меня уже материал дизайн, с бочки пошел. Ну, вот, да, кодинг. Прежде чем, ну, да, сначала статический шаблон. Я не знаю, они здесь пишут про вообще бэкэнд языки? Нет, не пишут. То есть, это говорится о статических шаблонах. Потом оттестить, чтобы все ссылки что-нибудь нажимались, все вот это поджимать, вот, как адаптивность работает и так далее. Для WordPress есть юнит тестирования, там, загрузить XML-ку, в которой там куча постов, всего, вообще, вот, что есть возможно. Все теги, какие только есть и все варианты, типа, стики пост, отложенный пост, несколько авторов, несколько комментариев, отсутствие заголовка, спецсимволы в заголовках и так далее. То есть, обязательно тестируйте. Кто-то для веб-приложений, для интерфейсов пишет юнит-тесты, причем юнит-тесты пишутся обычно до того, как пишется приложение. То есть, ты написал тесты, пока ты это писал, ты уже понял, что у тебя там должно быть и как ты это будешь кодить, чтобы все эти тесты прошли. Ну, launch, то есть, запускайте, то есть, выкатывайте этот релиз и смотрите, что там далее. После релиза нужно, естественно, задавать вопросы, получать фидбэк, починить, точно забыл, починить на стадии тестирования. Все, получить фидбэк и заново. То есть, вот такой бесхитростный гайд. Мы, на самом деле, конечно, не жали те ссылки, которые они здесь дали, но они чуть-чуть подробнее на каждом из пунктов, хотя мы тоже достаточно подробно остановились на некоторых, они чуть-чуть подробнее останавливаются и расшифровывают. Ну, вообще, мне кажется, полезный гайд для чуваков, которые только начинают. Они вот это прочитали один раз. Не просто закинули себе в избранное, а вот прочитали весь этот. Если начали делать, то для них откроются еще новые всякие. Они узнают, что PHP надо. Они узнают, что CMS есть. И пойдет. Сема начинали примерно так. Я только боюсь, что вот мы сейчас это обсудили, но послушать это прикольно. А читать видишь тут на английском. А кто начинает, они, скорее всего, не знают английского. То есть, они не в том положении были, в котором мы, когда начинаем. Поэтому, возможно, для них это будет... А что ты думаешь, на русском нет таких гайдов? Ну, подобных. Я не говорю, здесь хорошо, здесь на класс, на сайт Point Forum тебя сразу ведут, чтобы ты там понтовался, как ты сделал сайт. Ну, да. Я думаю, есть такие. Причем, кстати, вот говоря, тут типа фидбэк получать на сайт Point Forum. Представляешь, у нас на русском какой-нибудь форум, где чуваки с бородами и в свитерах сидят, ты им кидаешь свой сайт начальный, чуваки, посмотрите, зацените. Они тебе говорят, ой, чувак, ты получишь... Они все его дедосят, сразу кладут, ржут над тобой, и все. Да, поэтому, не знаю, кстати, вот тут как насчет комьюнити, только у нас в паблике не будут над тобой рожать, наверное. И то вряд ли. Могут рожать. Но вообще, скорее всего, это последнее место, где последний оплод нормальных людей, поэтому подписывайтесь на нас в ВКонтакте, там можно показывать свои сайты. Следующая тема, Никита, твоя. Да. Следующая тема, мы перейдем от сайтов к приложениям. Очень известное приложение WhatsApp, которое все еще было, я так понимаю, уже сделали? Или еще были? На андроиде уже сделали, а потом еще будет. Да, да. То есть, до этого времени оно являлось обычным мессенджером, хотя как обычным, это один из самых крупных мессенджеров, как я понимаю. Facebook его покупал, здесь сказано, за 19 миллиардов. Здесь не сказано, но я помню. 19 миллиардов. То есть, я помню, что была шутка, еще в соседнем подкасте, опять же, была шутка, что все измерять инстаграмами. Что Facebook купил инстаграм, там за сколько там, опять же, миллиардов? Очень дорого. За один или за два. А, за один или за два? Там меньше значительно, чем WhatsApp. Ну вот, все измерять, короче, инстаграмами. Вот за 19 инстаграмов купили WhatsApp. Короче, суть в том, что WhatsApp теперь под Facebook, а Facebook, мы вот сейчас не открываем эту статью, а вообще была недавно новость про то, что они свой мессенджер сделали уже там в чем? Веб-приложение. Но кроме того, еще и десктопным приложением для всех систем. Да, то есть мы теперь все, кто в Facebook, они все типа спокойно, точнее... Messenger.com ссылка. Да, теперь могут из браузера просто переписываться, насколько я понимаю. Не до этого могли на Facebook, но теперь это все вынесли в отдельный функционал, возможно, чтобы нагрузку сбросить, возможно, чтобы уже там их отдельно окучивать, рекламировать, ну, бог весть, наверное, у них есть какой-то план. Но вообще из приложения Facebook на телефоне ты не можешь переписываться ни с кем, ты должен обязательно поставить Messenger, это 100%. Это да, я помню. Ну и вот, возможно, на веб-фейсбуке ты тоже должен теперь на Messenger крикать, я не уверен, потому что мы не пользуемся. Короче говоря, из-за такого, из-за такого, как бы, стечения обстоятельств, из-за такого течения дел WhatsApp решили улучшить. А может быть, они уже знали, что WhatsApp будут улучшать до того, что по нему можно будет звонить из приложения. Ну, ты вспомни просто, я неделю назад или когда тебе говорю, вот, Никита, они сделали этот Messenger, что они теперь будут делать с WhatsApp? Ну, то есть, мы-то же с тобой понимаем, что это их оба проекта, и им их нужно на разные рынки развести теперь, чтобы как-то оба поддерживать. Наверное, тупо было бы просто слить WhatsApp, который 19 миллиардов стоил. Да, да, которого уже есть огромная база, и, ну, видишь, это можно было все предвидеть, потому что на WhatsApp на иконочке трубочка. Ага. И она всегда была, что характерно. Слушай, я вот, про это даже... Они, знаешь, они как будто скрывали то, что на виду у нас было. Но да, да, то есть, теперь можно позвонить по WhatsApp, по крайней мере, в Android, да, в iOS будет. И теперь, это, понимаешь, в Windows Phone еще будет. И будет, да. И самое главное, название, пренеприятнейшее известие. Пренеприятнейшее известие именно для сотовых операторов. То есть, все, кто будет с интернетом, они не будут уже звонить просто по обычной связи, они будут звонить по WhatsApp, потому что WhatsApp, он сейчас стоит, наверное, ну, много у кого, я думаю, у школьников, точно, у всех, у кого девайсы, WhatsApp стоит. У них и Viber, конечно, еще стоит, с которого давно уже можно звонить. Да, да, кстати, по Viber можно давно уже звонить, а по WhatsApp вот только сейчас появляется. Я не знаю, на самом деле, насколько это аудиторию какую-то отберет. У Viber точно отберет. Вообще, в WhatsApp еще там вот всякие дополнительные штуки есть, типа там, какие-нибудь. Локацию отправить, все какое-то. Много очень, например, в iMessage добавили Apple, как раз, чтобы с ним и конкурировать, я так понимаю. И в Telegram много из этого есть. Я теперь не знаю, кстати, с iMessage это вообще как будет все. Ну, то есть, будут ли люди, которые не будут ставить WhatsApp, будут по старинке пользоваться аутентично. Да, а понимаешь, для них ничего не изменилось. Ну, да. Они звонили и так, через телефон, и через FaceTime. Ну, они могли... Аааа, я имею в виду, что для этих людей ничего не изменилось. Изменилось только для операторов сотовой связи и для Viber. Ну, да. Ну, и для Skype. Да. Причем, мне кажется, эта технология, чтобы звонить можно было через приложение, она там не такого труда им составила, а, возможно, отожрет много денег у сотовых чуваков. Она, я думаю, тот труд составил, что они готовили свою инфраструктуру, все сервера, чтобы выдержать поток вот этих людей. Ты представляешь, сколько это, сразу начнет звонить. Да. Это целое дело. Это надо там очень много поставить дополнительных каких-то узлов, которые будут эту IP-телефонию прокидывать туда-сюда, ну, до хрена делов, короче говоря. Я думаю, это в основном они этим занимались, а не написанием кода. Ну да, да, я согласен. Да, возможно, написание кода, оно уже как велосипед сделано, и да. Это, кстати, на мегамозге написано, то есть у маркетологов. И тут ребята показывают нам графики изменения доходов рынка мобильной связи в России, что, видишь, немножко падает, оно чуть-чуть увеличилось. Короче, что-то хотели сказать этим, что типа в 2017 снова возрождение немножко будет. Рафи? Ну, я тоже не понял. Так, а изменения, подожди. Видимо, мы с тобой не очень маркетологи. Хорошо. Может быть, после того, как заново переизберут путечку, все будут с телефоном. Телефоны подарят, кто за него голосовал. Причем без ватсапа. Ну-ка, давай дальше. График следующий. Изменения доходов российского рынка мобильного интернет-доступа. Ну, темпы роста снижаются, а прибыль-то растет. То есть, красный график это темпы роста, а синий гистограммка это доход. Но все больше людей уже подключено, как бы они есть, но они уже пользуются и они просто тратят деньги на интернет. Да, то есть, здесь-то тренд более положительный, чем с доходами от рынка мобильной связи. Ну, посмотрим. Причем, исходя из этой супер-новости, у нас другая новость вытекает. Не такая супер, но тоже. Переходим к блоку про WordPress. И первая же новость звучит так. WordPress 4.2 добавляют... Черт, я не переставил. Смешно. Вот она у нас. Черт, я на отдельном окне. Не важно. New plugin adds the WhatsApp button to Jetpack sharing module. Я думаю, многие из наших слушателей и зрителей используют Jetpack. Пишите в комментариях, используете или нет. Хотя вроде уже писали. Но пишите еще. Хотя бы пишите, пользуетесь ли вы модулем. Вот этот, который расшарит. То есть, здесь добавленные способы еще дополнительные можно включать галочками. Кстати, здесь не включен WordPress комовский. Помнишь, у них еще в Jetpack есть WordPress комовский? Это там, типа, звездочка. Ну, собственно, у них вот он. Тут есть. Да-да-да-да-да. На WPT. Ну, это вообще, это очень... Это прям... Зря я нажал, у меня не Зоидина, скорее всего. Этим прям пользуются вообще очень старики. Ну вот, вот теперь к старикам можно, поставив дополнительный плагин WhatsApp Sharing Button for Jetpack, добавить его вот туда. А что-то я не пойму. Я вот тут все вижу, все прекрасно, но в Скайпе нет. Ну, вот его и не было. Было же, знаешь, вот эти казенные такие сделанные штучки, типа, я в Скайпе, я в сети. Можно прям на Skype.com можно взять такую кнопочку, и она по API ловит действительно в сети ты или нет. И там ссылка Skype, двоеточие, и твой логин, она тебе реально, если у тебя установлен Скайп, открывает Скайп. И звонит сразу. Ну, там в зависимости от того, какой параметр ты передашь, либо звонит, либо открывает чат, либо добавляет в друзья. Потому что, короче говоря, можно так и у WhatsApp сделать. А я не знаю, у WhatsApp что будет. Я сомневаюсь, что так будет. Так это тогда просто палево будет. Типа чувак, ну, хотя ему хоть когда можно звонить, это же телефон, грубо говоря. Это, понимаешь, это не то, что позвонить автору, а это кому-нибудь позвонить. И как это, как в этом-то, в Иване Васильевиче там, там, Людочка, ты сейчас упадешь. Я такую статью читал на ВПТ-верне. Там охренеть, чё, и WhatsApp, она, видишь, уже звонит, понимаешь, мы-то с тобой, не понимаем, тут-то еще отправить только, возможно, можно сообщение через этот плагин. Мы же звонилку еще только на андроиде допилили. И вот, ты не представляешь, какую я статью прочитал. То есть, это расшарить, и это свиш, users will only see it if you're in a post from a mobile device. Понял? На десктопах у нас эта кнопка даже и не появится, а на телефонах она будет, и можно будет сразу открыть WhatsApp, кому-нибудь, эта ссылочка будет, видимо, в буфере. Ты на какой-нибудь чат жмешь и сразу отправляешь, типа, вау, зацените, там, я охренеть статью там написал, прочитал, увидел, это может быть, хотя, конечно, я не знаю, кто этим будет пользоваться. Ну вот, Сара здесь пишет, что она любитель телеграмма. Вау, это как вообще? Ну а чё? Это же уже давно, они и сразу начинали как всемирная хрень. Я понимаю, но, ну да. И вот она говорит, я бы хотел, чтобы была телеграммовская такая штука. Да она много хотела. Согласен, она беременная сейчас, понимаешь, она сейчас много чего хочет. У нее знаешь, всякий загон, давай телеграмма такую что-то. Она может быть, и это-то ей написали, вихрень. Она вот там, хоп, и мне, я теперь не буду ватсап, я теперь телеграмм, и огурцов еще солен. Да, да, да. Нет, смотри, это нам, знаешь, о чем косвенно все говорит? О том, что свои поганые руки Facebook тянет везде уже. Так это же не Facebook сделал, это какой-то энтузиаст сделал плагин для ватсапа, который любит ватсап. В смысле плагин? Это же Jetpack. Нет, это плагин маленький, ты ставишь? Плагин называется WhatsApp sharing button for Jetpack. Так, а то есть Jetpack-то должен установить? Должен быть, да. Но фактически, ну, мы можем посмотреть, кто это, это Валерия Соуза какой-то. Соуза? Houston have a problem. Но у него в натуре проблем, у него не сайты, а говно. Причем здесь у него Skype еще и с картиночкой от Twitter. Черт, он минимум недоделывающий сайт. Давай зайдем к нему на Google+, посмотрим, как выглядит этот человек. По ватсапу ходил ему позвонить. Вот, видите, какой серьезный. Серьезный пацан. Он буррито сейчас должен еще продавать по ватсапу всем. Ты знаешь, добавляют там цветы в челябинские контакты, вот он должен отправлять всем контакты дешевые буррито у Валерио. Нормально, нормально. Короче, я понял. Минуточка шовинизма такого. Я понял. Это значит, маленькое дополнение, которое цепляется к читпаку и чуть-чуть цепляется к ватсапу. Понятно. То есть, и к вартпрессу еще чуть-чуть цепляется. Понятно, все, я понял. Переходим дальше. Так, все-таки я хотел сказать о том, что в 4.2 у нас много на протяжении месяца, может быть, даже двух месяцев уже было новостей про то, что в Ворпресс 4.2 добавят там что-нибудь. Вот в нем немножечко другие цвета будут в админке. Оп. А насколько это вообще будет заметно, если ты не знал? То есть, я думаю, не будет. Видишь, черные были черные, тут они теперь и синие. Вот я сдалека смотрю, мне кажется, что и синие. И серые тоже и синие теперь. И синие, и синие, что характерно. Я понимаю, про что ты говоришь, и я даже не знаю, зачем это делать. А, ну, они бренд немного переделывают, чтобы все к синему стремилось. Типа что? Типа как логотип Ворпресса, же он синий, основной или нет? Ну, у них три цвета. У них есть серый, синий и оранжевый. А вот помнишь, кстати, недавно же, недавно ты делал в нашем замечательном паблике, был сайт, я его в Google+, потом перепостил, а также замечательно, про то, что цвета брендов. Да. Там есть же цвет бренда Ворпресса? Хороший вопрос, давай посмотрим, шеи, рынок должен быть там что-нибудь. Так ты бы зашел в наш славный паблик опять же. Да как ты там будешь искать-то? Или это не так давно было? Там, правда, будут голые тела у нас. Что, лайкаешь? Ребят, вы не представляете, как выручили, спаси боссы, пишет Сергей Николаевич. Пожалуйста, пожалуйста, тосы тебе. Пожалуйста, тосы, Сергей. Не буду зачитывать, но картинка потрясающая, я ее очень люблю. Так, сейчас дальше. Да вот тут будет в этот день. Нет, не в этот день. Короче, контент у нас. Надо на Google+, знаешь, заходить. Вот, вот, вот. Бренд Colors.net, давай. Тут Вордпресс должен быть. Ну, мне прям. Вот он, да. Видишь, я же говорю, синий, серый и оранжевый. Вот они, три цвета. И вот к этому синему, типа? Ну, видимо. На Вордпресс.com, кстати, достаточно много цветов. Вот, не знаю к этому синему, потому что, понимаешь, сами синие тоже чуть меняют. Так. То есть, они все более синие становятся. А мне кажется, это знаешь, что, это случайный дизайнер, короче, про это самое. фейлились, из РГБ в смуг не перевели. Да, 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 да. И все. Ну, может быть, если это так, то это смешно. Это старый принцип журналистики, если что-то ищешь, то, скорее всего, это не заговор, а халатность. Вот это, скорее всего, халатность просто. И они теперь не могут уже отказаться. да. Ну, придется. Ну, смешно. А официально на эту статью есть ссылка? Не то, что на веб-бирании. Announcement Post. Нам, а, ну, да, вот, вот у них есть. Что-то мы, Default Admin Color Scheme Update. Ну, а то он тут не пишет причину, вот этот бородатый парень не пишет. Автомат, consideration, if you change, так, коротест. Не сказано. Короче говоря, у них там свой айф появился. Может быть и сказано, но я не хочу сейчас это все читать молча. Ага. Как на классических гайдах каких-либо, где там устанавливают драйвера, экают, мэкают и так далее. Открылся ресурс WordPress Design Handbook. Хорошо, что мне напомнил. По адресу make.wordpress.org slash design slash handbook. Хорошо. .html.exe. Да, это теперь такой стайл-гайд для WordPress. И здесь почти все, что не нажмешь, только цвета и есть. Ахренеть. А, кстати, мы про это не говорили, мне кажется, нигде. А, это новинки сети. Это вот, только при чем здесь картинки все это сделано. Вау, это как я люблю на World of Worker. Вот тут все картинки. Да, да, вот тут тоже. Оно еще, у меня на ретиной экране из-за этого все blurry. Как это? Нечетко. Угу. Тайпография, раздел все еще Work in Progress, Iconography, Work in Programs, Identity. Тут всякая хрень, история, метрики. Блин, это прикольно, кстати говоря. В общем, они его еще не сделали совсем. А ты, конечно, мы еще не говорили. Тут пока даже говорить-то не о чем. Ага. Work in Progress, короче говоря, полный. Вот да. То есть можно будет сделать сайт по мотивам, так скажем, сайта? И тебя засудят еще сейчас WordPress фонд за то, что ты используешь их цветовую схему. У них же только для non-commercial ты можешь использовать их логотип даже. Ага. Если ты уже рекламируешь какую-то свою WordPress-услугу, ты не имеешь права настоящие вот эти цвета использовать и их логотип тебе нужно будет W чуть поменять там и так далее. Или нарисовать от руки хотя бы самому, типа вариации на тему WordPress. Тогда непонятно, зачем они понтанулись своим стендгайдом. Ну для non-commercial project. А, ну чтобы я деньги не зарабатывал. Да, да, только чтобы это. Следующее. Microsoft's open-source progress and its relationship with WordPress. Я не помню, мы здесь обсуждали или только в дружественном подкасте обсуждали. Крайним, соседнем. Как ты сказал перед этим? Хрен, как-то я сказал. Ты как-то круто сказал. В соседнем подкасте обсуждали уже то, что .NET ушел в open-source некоторые модули. И на самом деле сейчас вот Microsoft Asia и их клауд-платформа объединяется с WordPress, что у них сразу есть WordPress-овские контейнеры. Вау. И WordPress-ком можно сразу у них на Asia захостить, если хочешь. То есть можно не только .NET всякое, а вот уже все, WordPress. Да. Нет, ну так там и так не только .NET. Ты можешь купить Unix-овый контейнер в Asia, непонятно зачем, но можешь. И там настроить все, что хочешь. Но теперь вещь здесь конкретно есть с WordPress. То есть чтобы просто и удобно было. Блин, ну это новая новость, хорошая. У меня нет, у меня просто много чего есть сказать по этому поводу. Это все началось с того, что Сатья пришел. И в принципе новая, новый топ-менеджер после Balmer. Так. И они решили, вот зачем они open-source или по-твоему .NET? Чтобы кто-то участвовал что-ли в этом? Да нет, они все равно никого не пустят там что-нибудь ломать, они сами это делают. Но теперь они тоже coolkids. У них тоже есть репозиторий в GitHub. Это знаешь, это как сделать свой JavaScript framework. Ты сразу автоматически становишься вот они в теме теперь. И теперь они поняли, что WordPress нынче мы недавно просматривали 23,7% рынка сайтов всех на WordPress теперь работает. И вот они подключаются, понимают, что это рынок и хотят на этом сыграть. Потому что на самом деле их Microsoft Asia по сравнению с Amazon DigitalOcean конечно отсасывает очень сильно. Да. Это они хорошо кстати подхватили всю идею. То есть они достаточно гениально стали действовать. Они делают, они переводят Microsoft из такой скучной унылой Enterprise компании для Enterprise G проектов. Когда у тебя там в Active Directory на Windows Server 2008 R2 или на 2012 поднято все. Дерево доменное компьютеров и политики безопасности. Они переделываются в такую крутую прогрессивную IT компанию. Понимаешь в чем у них цель. То есть они из чуваков в галстуках хотят чтобы чуваки с макбуками сидели на их макбуках. Да, естественно. То есть я не удивлюсь если скоро они начнут какую-нибудь крутую хрень напишут для виртуализации винды на маке. А точнее даже не виртуализация а нормальной хотя бы даже установки. Чтобы не буткамп костыльный был. А уже что-то более или менее крутое. но это так это уже не относится никак к этой статье. В общем я уверен что да это все пиар. Уже можно или когда можно будет? Самое главное. Не знаю но вот Муленвек написал что уже он говорит об этом как о свершившемся факте. Ну я просто пытаюсь прочитать опять же то есть если мы сейчас прямо на ажи зайдем то что нам будет там а чуваки мы добавили wordpress будет там или сразу будет кнопка захостить wordpress у нас на ажи давай сейчас зайдем и здесь кстати дальше по статье по статье говорят о том что много комьюнити сайтов типа microsoft news center перевели на wordpress ой а че это вот внезапно то есть 2014 они стали microsoft киров например которые на wordpress работают он скорее всего ездит на золотом каене apple watch edition microsoft блог и то теперь уже wordpress мультисайт понял да это джефф все пишет джефф то кстати на винде сидит у него не он то вообще рад он скорее всего правильно ставку сделал наш тренер угадал с заменой вот видишь так стоп ты зашел на какие-то жесткие новости которые которые точно в галстуках надо читать я просто зашел на новость 2009 года и на нее дана ссылка что типа анонсировали что на эйже будет теперь ну окей подожди давай зайдем на эйже ну просто мы же поймем сразу все всю жизнь давай попробуем я правда не знаю эйже точка microsoft точка ком try for free popular solutions есть здесь popular solution wordpress сразу сразу нет здесь есть что у них кастомер это мазда web apps вот wordpress брака джумла друппал я думаю они конечно давно можно было это сделать тебе бы посчитали но теперь в wordpress коми можно сразу именно сделать что у тебя на эйже они просто про wordpress ком именно понятно вот мэтт муленвек тоже об этом на wordpress коми себе пишет в wordpress причем это 2009 года новость как она сюда-то попала я не понимаю ну понятно короче говоря на самом деле на эйже уже тысячи лет назад можно было все делать ну короче говоря все круто по крайней мере те ресурсы которые мы упомянули вот эти microsoft они-то сейчас перешли на wordpress не 5 лет назад поэтому поэтому да я буду продолжать свой клише используя ну все а у нас еще какая-то супер тема я вот прям видел ну как сказать супер новый free donations плагин для wordpress для тех кто не хочет paypal отдавать комиссию а хочет отдавать комиссию кикстартеру а нет у них нет комиссии ноль они борются за то что там все круто да к ним должны пацаны прийти из этого и просто сломами перебить ноги из стартера скорее всего да просто кто это будет использовать но тем не менее видишь у них все зелененькое с сердечками возможно у них есть какие-то правила о том что это только опять же для non-commercial ты как бабки собираешь но только для каких-нибудь больных детей там и так далее ой я не знаю ну вот freemium model free core плагин плюс commercial extensions чтобы как бы сказать на чем люди деньги будут зарабатывать они будут продавать аддоны к этому плагину и там видимо как у айесопа будет дополнительная кнопочка плюс pdf счета еще какие-нибудь donations которые несколько раз повторяются шлюз paypal дополнительно на бабки отдать так только карточку mailchimp ну вы поняли короче говоря плагин бесплатный и кому какие надо аддоны тот те докупает вот такая у них модель монетизации а комиссию комиссию они не берут конверсию хотел сказать понятно прикольно особенно если вам нужен только paypal например и только pdf счета и только mailchimp да но ноль комиссии зато на кикстартере не обязательно оформляться если у вас уже есть целая аудитория вам нужно что-то краундфанд то вот это будет дешевле чем отдавать 30 процентов дядьки да но кикстартер конечно это платформа отдельная там тебя заметят а кто там тебя заметит они же не очень рекламируют свой проект ну да но ну вдруг ну скорее всего если у тебя нет своей аудитории ты все равно краудфандингом не соберешь ну да а уже если у тебя есть аудитория ты как раз скорее всего будешь стараться искать вот подобные вещи чтобы комиссию не отдавать ну это как опять же гоблин сделал у себя на сайте сбор так же вот он мог бы сделать с помощью если бы у него на wordpress было бы да скорее всего да и до он бы даже вот эти вот сколько сколько долларов стоит шлюз paypal то есть мне просто интересно о каких суммах идет речь сингл сайт 62 бакса до 25 152 нету даже unlimited версии ну не невеликие деньги но он бы даже эти зажал я думаю то есть он на хоббита ничего не хотел своего вкидывать ну конечно не рубля поэтому поэтому так долго и докручивали это все ну вот чтобы чтобы кикстартерам не отдавать денег можете зайти сюда переходим к вопросам наших слушателей давай нам на вк двое человек уже предлагали про дубльгиз мейкап так мейн лоунер еще 31 марта предложил в прошлый раз это не вошло в подкаст потому что много слишком тем в этот раз входит и влад смирнов еще недавно не знаю может уже в курсе но в дубльгиз походу реально запарились работать с картами вот что они сделали цитирую инструмент для приятного контроля за качеством верстки на веб-проектах а почему ты думаешь что влад именно так разговаривает не знаю может вы уже в курсе окей ну и что этот подожди мейкап давай ты что-то там прям говорил что это обычная хрень ну не очень обычная хрень сравните верстку с дизайном то есть я что могу с чем сравнить опять же просто html и psd ага то есть у меня есть html то есть что у меня сначала есть готовое вот смотри ты видишь здесь у тебя картиночка а здесь у тебя верстки так ты два слоя эти накладываешь в это приложение и он тебе показывает различия и и да видишь там вон например лупа поисковая неправильно сверстана эти кнопочки чуть правее надо ну и так далее так вы поладите с мейкап если ваша верстка основана на независимых блоках вам небезразлична стабильность и надежность проектов можно стейты добавить то есть это чтобы вы поняли это десктопное приложение да или нет я не знаю сейчас перейдем на гитхаб посмотрим ну дубльгиз опять же это все пиар они теперь тоже у них есть несколько репозиториев на дубльгизе они теперь тоже кулкейдз фу на дубльгизе на гитхабе несколько репозиторий кстати мы же что-то с тобой говорили что понял это на ноде приложение крутится ты заходишь на локалхост такой-то если у тебя ты в конфиге прописал вот это у меня png слой с с макетом а вот здесь у меня сам макет который я сверстал и все можно будет зайти по адресу локалхост порт 333333 демо и сравнить вот в таком режиме в котором поднять у себя эту хренатень да 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 и сравнить понятно и простить еще потом поднять и простить короче дубль гис они как бы они запарились за фронтенд сильно почему-то ну нет я так понимаю все такие вещи делаются для внутренних нужд компании то есть ты думаешь они карты open source они только для пиара ну да им разочек вот это понадобилось может быть два разочка они сделали open source и с тех пор им надобится это всегда теперь возможно они карты сравнивали друг с другом я не знаю возможно это косвенно говорит о том что у них куча новых проектов впереди крутых да о которых мы не знаем но о которых мы узнаем когда нам их предложат также на ВК новостях давай еще какая-то у нас была тема там и да так здесь нас Никита Арутюнов спросит указать на недоработки самого макета но это мы завтра поставим ну это прям свежак ты читаешь у нас было что-то на ютубе или уже не было наверняка было давай посмотрим какие-то еще оскорбления может быть хочется хочется чего-нибудь горяченького остренького давай сообщество и погнали как перевести модуль или где скачать русскую локализацию для WordPress не знаю где он вроде так переведенный перешел с Руби на PHP там больше работы пишет AllSync Сыч AllSych это не а это типа Сова Сыч то есть ты имеешь ввиду все-таки кто-то переходит помнишь мы недавно ржали кто переходит с Руби на PHP вот чувак сказал что он перешел потому что там работа ничего личного только бабки и я могу его понять в этой ситуации то есть в принципе технически с PHP можно перейти в нефтедобывающую компанию потому что там деньги есть там больше работы там больше работы элементарно я перешел с Руби в Роснефть там больше работы шлейф открывают что там Лукойлу разрешили хотят разрешить еще пока неизвестно на шельфе рыть но потому что у них 20 миллиардов инвестиций стынут надо как-то можно ватсап было бы купить да теперь уже фейсбук дороже попродал я думаю так здесь быдлят на часы за часы который работает меньше суток без подзарядки а на маркетологом разработчиком делать трансорбитальную лоботомию пишет Нуб Нубский я ему отвечаю они разойдутся миллионными тиражами поэтому я бы лучше им премию такие дал он пишет большой тираж не показатель правильности выбранных решений по автономности например скорее показатель эффективности пропаганды сомнительных продуктов Apple он щипеть должен как змеяющий когда это писать короче говоря пропагандируют нам Apple и мы прям не можем без него и мы прям про это потом советские Apple часы давай еще что-нибудь одно зачитаем давай последнее какое-нибудь смачное есть? я ищу жду здесь любители стилуса есть но это это не очень смачное это свидос это грустно да-да-да я использую RubySass или же SCSS пишет Иван Николенко Николенко не знаю какой-то и у меня все дизайны проектов делаются на нем проектов через Э просто написано на чистом CSS не пишу ничего уже давненько когда есть уже нормальный полноценный билд на галпе всегда про Экт начинать просто сделал конфиг и набор всевозможных элементов кнопки формы типографии иконки блоки разные куча всякой хрени просто удобно то есть чувак чувак он молодец на самом деле чувак на самом деле выразил те же мысли какие у нас были в подкасте что если у тебя уже есть конфиг вы в команде работаете то вам это действительно реально удобно и вы уже не мыслите как без этого поэтому дубльгиз свой тарс сделали на нем работают и теперь его опенсорснали опять же в целях пиара буду не переставать это говорить в целях проектов новых да чтобы проекты новые было быстрее проект начинать просто чтобы полноценный билд просто нам еще пишет пользователь с ником Epic Universe I Epic Music For Everyone скажите пожалуйста как выставлять несколько рекламных объявлений в видео это доступно только для длинных роликов мы поэтому подлиннее подкасты делаем чтобы много рекламы естественно чувак Epic Universe I Epic Music For Everyone ты нас раскусил я кстати ему ответил но там у нас есть инпут куда тайм-коды указывать не представляете каких каналов это доступно но у нас есть да я думаю если вы просто захостили видос то вы узнаете как это да если вы еще Epic Universe I Epic Music For Everyone ну кстати говоря это доступно не для России это не доступно нельзя деньги зарабатывать ютубер российским ютубером да можно просто нас почему-то не добавляли нам пришлось изменить на то что мы в США нас сразу опругнули ты думаешь мне кажется там написано в вашей стороне это не поддерживается да да то есть короче говоря если вы по чесноку поставили Россию то с монетизацией будут проблемы ты хочешь сказать санкции я не могу вспомнить что опять в Крыму отменили Blizzard написал что Blizzard а что а учетки заблочили вовку теперь в Крыму нельзя играть нельзя так ты как раз нам здесь пишут что захотелось ногти руки подрезать так что теперь я не знаю как быть тебе и как жить да бедные крымчане ну ладно я надеюсь что они догадаются хотя бы в Челябинске зарегистрироваться у нас да конечно только а там где вообще адрес-то нужен вовки хрен его знает ну нужен ну можно же обманами а если у тебя карточка кстати я не знаю как с карточками там бедные яндекс.деньги карточку выпустить а ну ты же ее наверное тоже на адрес на свой делаешь я уверен что уже есть гайды на батлнетовских форумах как это обойти как дальше качается на сотке и чернорукую жодницу что делать на сотом уровне как обычно что делать в патче 5.1 пятая сейчас версия или какая опять же не знаю я тоже не знаю вордпресс только знаем какая 4.2 да бета новая в общем да за сим будем заканчивать распланировать подписывайтесь на нас во вконтакте в фейсбуке в твиттере в инстаграме хочется сказать в ватсапе но там не надо на нас подписываться иначе мы вам трусики будем рекламировать и цветы в челябинске и на ютюбе ставьте лайки рассказывайте друзьям в аудио если вы нас слушаете не потрудитесь или наоборот потрудитесь не потрудитесь потрудитесь зайти и пожалуйста поставьте нам рейтинг и напишите какой-нибудь отзыв типа что мы молодцы в айтюнсе ты имеешь или напишите какой-нибудь трешак типа вы там говно и так далее мы его зачитаем хотя бы прославитесь да в общем можно я скажу всем удачного дня пока пока